Добрый день, здравствуйте. Здравствуйте, работа. Хорошо, можно заехать. Хорошая земля. Нарва. Нарва. Ну вот решили еще деревья подсадить, да? Здесь были вырубки, аварийные деревья были. Решили подсадить на место деревьев, да? Ну это правильно. Мы организовали программу посадки деревьев во дворах. Назвали миллион деревьев в прошлом году. Сделали упрощенный порядок посадки деревьев. Вы раньше, если помните, надо было долго мучиться, чтобы дерево посадить, проект делать, согласовывать. Сейчас обычная схема, управа делает, местное самоуправление согласовывает, и все, и на этом, пожалуйста, садить. Готовы выполнить любые заявки, сколько не заявите деревьев, столько и посадим. Да, ну да, какое, или кустарники. Многие не хотят деревьев садить во дворе, потому что не затемняют окна. Удовольствием садят кустарники. И возле детских площадок кустарники. Я вот видел перед вами здесь большой сквер. Да, вот у нас вопрос по этому скверу, Сергей Семенович. Вот мы знаем, что вы очень много внимания уделяете скверам, по телевизору видим, благоустройство. А у нас вот этот сквер по хамомическому валу, он какой-то брошенный. Он раньше Лужниковский был, да. Лужники сейчас отказались. Сейчас районные власти его содержат с прошлого лета, и косят, и убирают. Он субботник, вот 12-го там, приводили в порядок. Ну, там в Беглине Семеново не очень. Дорожек нет. Дорожек нет. Освещение только по бокам, вот где дороги, и какой из окон у людей. Вот мы что-то живем. Достаточно большой сквер, надо проект сделать хороший, чтобы благоустроить дорожки, освещение. Мы были очень благодарны, потому что вот здесь, по-моему, что люди, которые живут, к метро ходят. Не хочется ведь идти вдоль домов, когда есть зеленая зона. Конечно, конечно. С колясками вообще не проехать. Ну, конечно, если нет дорожек. Мы проект сделаем, с вами согласуем, и в следующем году реконструируем этот скверик. Очень, очень, было бы неплохо. Ну, деревья там большие, их тоже аккуратно с ними надо обращаться. Мне кажется, те, которые нормальные деревья и живые, их надо оставить. Ну, сухостой, конечно, можно убрать, но и благоустроить. Более того, мы сейчас сделаем мобильное приложение на телефон. Вот с мая месяца будет, с 15 мая такое мобильное приложение. Можно заявочку написать. И чем больше заявок будет, тем быстрее мы этот двор обустроим и посадим деревья. Так что, вот такая новая программа будет. К сожалению, очень мало заявок идет. От некоторых районов вообще нет, потому что люди не знают об этом. От нашего очень много. Кому все хотят деревья, кого не спросишь. А в некоторых районах нет заявки ни от одного двора. Это просто значит районное управление не работает. Чтобы как-то всколыхнуть всю эту историю, мы решили сделать централизованное мобильное приложение на сайте активных гражданин и на мобильное приложение. С 15 мая такое приложение будет работать. И можно будет самим жителям уже зайти и проголосовать за посадку деревьев. И мы выйдем прямо непосредственно к ним, минуя всякие препоны и так далее. Можно самим иницировать. Мы на портале. Сейчас сделаем постоянную площадку для обсуждения городских проблем. Поэтому можете заявляться своими проектами и будем их тоже обсуждать. Хорошо? Да, хорошо. Ну что, пойдемте посадим деревьев? Пойдем. Пойдем? Да. Поможешь? Да. Все, ребята. Все. Продолжение следует...